Поскольку нас интересует не только прошлое, но и настоящее Касимова, мы решили посетить одну из главных его достопримечательностей – музей самоваров. Сегодня о музее самоваров знают далеко за пределами Касимова. Несмотря на то, что ему всего 4 года, он пользуется не меньше популярностью, чем древние памятники этого города. А все потому, что у музея есть душа, и создавался он именно для того, чтобы у Касимова появилось новое, запоминающееся лицо. Я шел в городе, по городу, возле города стояли на пристани три теплохода, туристов было, человек, наверное, под 150 и шли, они общей толпой. Это было вот как раз лет 15. У нас не было еще тротуаров, город был как раз грязный, не было еще 850-летия города, значит, осень, дождь идет, грязь. Музей еще не перенесли наш карьеведческий, и они в один голос все говорят – город-то какой прекрасный, на крутом берегу реки стоит, кругом леса, озера. Истории чудесные города, а посмотреть нечего, все в грязи, и нет ни одного музея. Именно тогда Михаил Силков и решил открыть музей. Вот только что это будет за музей, он решил не сразу. Идей было много, но решил самоварный. Почему? Потому что самовар не так уж сильно представлен у нас в России. Он представлен во всех музеях, но достаточно, с моей точки зрения, не объемно. Вот, и поэтому считаю, что этот предмет был как бы немножко незаконно забыт чуть-чуть. История самовара как явления российской действительности и история каждого из представленных здесь экспонатов переплетаются в одну удивительную экскурсию по небольшим залам-музеям. Здесь вы наверняка узнаете множество интересных фактов, касающихся не только самоваров, но и повседневной жизни наших предков. Так, например, вам расскажут о том, что черный чай пришел в России только в 20 веке, а до этого наши предки пили исключительно чай из трав. Но и после того, как черный чай попал в нашу страну, долгое время он оставался напитком достаточно редким, доступным не каждому. В чайку люди шли в трактир и в чай. Чай был очень дорогостоящим напитком. Если поросенок стоил рубль, фунт чая доходил в цене до 2 рублей 60 копеек. И в трактирах чай подавали чайными парами. Это два чайника. Чайник побольше – это для кипятка. И поменьше чайник для заварки. И кусочки сахара, потому что он подавался порционно, давали столько кусочков сахара, сколько стаканов кипятка налюли. Но, конечно же, главными героями этой увлекательной экскурсии станут самовары. Большие и маленькие с забавными названиями и удивительными историями. А вот об истории возникновения первого в мире самовара сведений нет. Зато доподлинно известно, что первые самовары делались вовсе не в Туле, как мы привыкли думать, а на Урале и по берегам Онежского озера, где обитало племя Чуть. И копали, и плавили медь они еще во втором тысячелетии до нашей эры. А если плавили и копали, значит, они что-то из нее делали. Самые первые самовары в Тулу переехали в 1787 году. Среди экспонатов музея представлены такие редкие экземпляры, как станционный самовар с одной из сибирских станций, которым пользовался в 1920 году верховный правитель России Александр Колчак. А также самовар, подаренный Леониду Ильичу Брежневу к его 75-летию. А вот этот самовар почему-то называется Леший. Такое странное у него прозвище, потому что Леший все время стремится стать царем леса. Но царь-то лесобериндей, то есть он-то уже занят. И поэтому, конечно, вот одну корону на себя надел, вторую, а сам все равно такой лохматый не причесал. А это самовар счастья. Назван он так, потому что желания, загаданные рядом с ним, обязательно исполняются. Сделал его отец в подарок своей дочери на свадьбу. Произошло это в 1851 году. Делает он его весь в сердечках. А сердечко состоит из двух половин. То есть муж и жена, но сердце все-таки одно. И пока живем по сердцу, у нас все хорошо, все правильно и все получается. И жить нам легко и спокойно. Но ручки делает в форме бараньих рогов. И как только мы, как два барана, заупрямились друг на друга, все, у нас в жизни пошли неприятности. И все сразу стало кверху ногами. Для того, чтобы вот этих неприятностей в жизни у нас не было, это упрямство нужно убрать. Как? Только терпением, только любовью. Больше никак не получится. И вот где вот эти рога отражаются здесь, где мы стоим кверху ногами, получается окошечко в форме арочки. И вот если найти правильную точку зрения, то в этом окошке мы можем увидеть церковь. И причем церковь, храм этот стоит прямо, а мы рядом стоим кверху ногами. Помимо самоваров в музее вы сможете увидеть множество интересных предметов, связанных в первую очередь с русскими традициями чайпития, а также познакомиться с очаровательным котом. В общем, равнодушным вы точно не останетесь. Все посетители этого музея едины в своем мнении. Он стал новой изюминкой старого города.